Здравствуйте! Вот мое сегодняшнее вот такое вот выступление, заявление, это некая такая попытка предупредить и в то же время успокоить. Сейчас вам расскажу. Есть такая планета, сестра Земли ее раньше звали, Венера. Она сестра Земли в плане размеров и массы. В этом плане она очень похожа. Скрыта она все время облаками от внешнего наблюдателя и долгое время считали, что там на этой планете Венера, там, наверное, растут пальмы, тропические леса идут, ливневые дожди, бродят динозавры. Ну, каждый мечтал, кто во что гораст. На самом деле планета Венера – это удивительный объект. Он очень сильно отличается от Земли. В каком отношении? На Земле есть континентальные плиты, и циркуляция мантийных потоков, вся ее энергия, вся энергия циркуляции, большая часть тратится на то, чтобы перемещать континентальные плиты по поверхности Земли. А вот на Венере нет континентальных плит, там сплошная планетная кора, венерианская кора. И поэтому вот это вот... Короче, нет такой отдушины для энергии циркуляции мантийных потоков. Венеру душит, и душит в буквальном смысле, извержение лавы. Это не вулкана в нашем смысле, такой вот конус, знаете, да? Это так называемый траповый вулканизм. Сейчас объясню. Конус почему у нас образуется? Когда лава подходит к поверхности Земли, давление в лаве уменьшается до такого уровня, что из лавы начинает бурно выделяться газ. И вот это вот, если бы это было шампанское или газированная вода, это была бы струя пены, да? Вода, смешанная с газом. А это, получается, струя пепла, да? Порошкообразная уже застывшая лава, да? Прорвотившая в порошок в вулканический пепел, и вулканические газы вылетают. Вот у нас на Земле вот эти строят такие вулканы-конусы, да? Плиниевский вулканизм. А у них там не так. У них подошли к поверхности, а там давление огромное. Как нет там ничего, пшшш, не получится. Он будет выделяться без всякого пши, медленно, да? И вот такие растекаются большие такие блины, да? Блины-блин, слой, еще слой. Вот так вот блины растекаются, лавы застывают. Это называется траповый вулканизм. Потому что потом, когда эти блины начинают разрушаться, на Земле тоже такое было два раза. Одно называется место... Восточно-сибирские трапы. Это место погребено под осаночными породами. А другое называется трапы-плато Декан в Индии, да? Вот тоже значительная часть поверхности Индии сложена такими породами, но они тоже покрыты щитом осадочных пород, но в некоторых местах выступают. Там, где выступают, вот эти слои, блины начинают разрушаться. Верхний блин разрушился, а этот не разрушался. Потом такие ступеньки получаются. Вот трапы, трапы, лестницы, ступеньки. Вот. Так вот, на Венере очень много вулканических газов. Углекислого газа, сернистого газа. Сернистый газ взаимодействуя, да, значит, с какими частичками воды, наверное, которые есть в атмосфере, потому что и вода тоже извергается вулканами, он образует, в конце концов, облака серной кислоты. Мелкие капельки серной кислоты в верхней слое атмосферы. И вот есть такой проект. Запустить в атмосферу Венеры беспилотный летательный аппарат. На нем будут, естественно, там установлены батареи солнечные. Он будет долго-долго летать, да, собирать информацию. Между прочим, в тех слоях атмосферы, где он будет летать, давление не такое большое, но очень много соединений серы. А, между прочим, на Земле, в районе так называемых черных курильщиков, выходит на поверхность мантийное вещество, и вот эти вот струи соединения серы, да, идут с водой. И вот там живут бактерии, которые занимаются изменением валентности серы, валентности железа, этим и живут. И, в принципе, говорят, такого рода жизнь возможна и в верхних слоях атмосферы, там, где будет летать этот самолетик. Так вот, давайте помечтаем. Если наша техника дойдет до такого уровня, что самолетик сможет нести некую капсулу, которая возвращается на Землю, то на Землю могут попасть частички этой венерианской жизни. Ужасно это или нет? Страшно это или нет? Совершенно не страшно. Страшно то, что возможно, что эту капсулу просто не удастся сохранить от воздействия нашей атмосферы, потому что наша атмосфера, содержащая кислород, убьет моментально эту бескислородную жизнь, я вас уверяю. Так что не бойтесь космических исследований, да, жизнь, занесенная с Венеры, просто погибнет на Земле, если ей дать жить самостоятельно. Спасибо вам большое за внимание, удачи вам, всех благ.